Что я могу сказать? Какой-то опять включил таймер. Ну, короче, ребята, они летают над головами. Ну, по-моему, этот кап пролетел немножко выше. Так что я его не так хорошо зафиксировал. Ну, звук был. Сразу чувствовалось, что летит. Как он говорил, летит кусок. Короче, ребята, ощущение такое, что они летают каждый день. И опять долбануло. Ну, что, ребята, такая жизнь. Сейчас 11.51. А что я начинаю делать вывод? А долбануло где-то в моем районе. Туда, куда я иду. Сейчас посмотрим, что там творится. Что я могу сказать? Ну, вижу свою соседку. Наш пока дом стоит на месте. Слава тебе, Господи. Ну, и чтобы и другие стояли. Ну, я не виноват. Летают, как голуби, как я только что сказал. Короче, еще короче. Мишенька наблюдает это дело. Когда-то такие дома Миша строил. Ну, что делать? Строителям придется работать и работать. Восстанавливать и восстанавливать. Вы это слышите. Бегают. Ездят в милиции, в полиции. И скорая помощь. Да. Печально. Пожарные поехали. Сейчас зайду на детскую территорию, которую они тут загородили. Но я думаю, что мне, как постоянному клиенту, можно. Тут у них все по-взрослому. Блок, пост. Что я могу сказать? Ну, получается, высота полета этого каба составляет высоту 14-этажного дома. Это получается где-то 50 метров. Ну, 40. Ну, скорость меньше, чем скорость звука. Они пролетали надо мной, так сказать. Сначала один пролетел. Через какое-то время пошла, так сказать, стая. Как я сказал, ребятки, летают, как стая голубей. Короче, еще раз повторяюсь. Как только услышали шум, лучше сесть, присесть и лечь. И спрятаться куда-то подальше. Что я хочу сказать? Как говорил мне, армянский человек, когда они приехали с Наргорного Карабаха, дети, услышав, так сказать, шум, или увидев в небе самолет, садились, ложились на пол. Так, ребятки, Запорожью сегодня досталось. 1 октября. Ну, что ж, идем дальше.